Здравствуйте. Пенсии работающих пенсионеров Минтруд предлагает не повышать каждый год, как сейчас, а заморозить на текущем уровне. Ее размер поменяется только в том случае, если человек уволится и станет полноценным пенсионером, пишет российская газета. Законопроект на эту тему рассматривался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Работодатели отнеслись к нему скептически. Они считают, что такую меру можно предусмотреть, но не навечно, а только на в 2016 год или максимум до 2017. Профсоюзы предлагают не вводить эту норму вовсе. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина прокомментировала предложение так, цитата, «Люди, выходя на пенсию, продолжают работать только потому, что на одну пенсию прожить невозможно. Все упирается в низкие доходы», конец цитаты. Она напомнила, что зарплаты тоже перестали индексироваться. Их не поднимали в 2015 году и не планируют повышать в следующем, а на некоторых предприятиях заморозили еще год назад. 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирный день телевидения. Согласно опросу Фонда общественного мнения, больше всего в современном телевидении зрителям нравится большой выбор каналов, оперативное освещение новостей и интересные фильмы. Большинство опрошенных считают, что качество программ изменилось к лучшему. Качество лучшего с картинки однозначно появилось HD, это в последнее время намного лучше стало, цифровое телевидение. Качество телевидения очень хорошее. И нет такого, что раньше вот эти антенны постоянно рябь, постоянно какие-то неполадки. А сейчас все замечательно, смотрю с удовольствием все передачи, которые хочется. Запросы зрителей постоянно растут и телеком-компании должны им соответствовать. Так, пользователи Домру ТВ могут смотреть до 187 цифровых каналов, 62 канала представлены в HD формате. Это один из самых высоких показателей среди операторов ТВ России. За качеством телесигнала круглосуточно следят специалисты Федерального центра мониторинга. В каждом городе стоит специальный программно-аппаратный комплекс, который анализирует входящий сигнал и выдает все его технические параметры. Благодаря оценке нашими диспетчерами этих технических параметров мы понимаем, насколько качественно предоставляется вещание каждого канала для наших клиентов. Теперь зритель сам выбирает не только что смотреть, но и где смотреть. Например, с приложением Домру ТВ смотреть 90 каналов можно с любых гаджетов, планшета или смартфона в любом месте, где есть доступ в интернет. На даче, в командировке или на обеде теперь можно взять телевидение с собой. А если вы оказались у экрана, но любимая передача уже закончилась, то поможет сервис Кетчап. Это телеархив 60 телеканалов. Передачу можно посмотреть в течение трех суток уже после выхода. Развитие цифрового телевидения в России продолжается. Телевидение будет становиться все более интерактивным и более удобным для пользователей. Беспошлиную торговлю предлагают отменить. Совет Евразийской экономической комиссии разработал проект, согласно которому порог беспошлиной торговли будет снижен. То есть раньше товары не облагались пошлинами до 1000 евро. Сейчас до 150 евро. Например, если вы заказали товар на китайском сайте, который стоит больше 10 тысяч рублей, или ваша посылка больше 10 килограммов, вам придется заплатить пошлину. Документ еще будет обсуждаться. Напомню, сейчас в России можно беспошлино получать посылки для личного пользования на сумму до 1000 евро и весом до 31 килограмма за один календарный месяц. При превышении лимита пошлина составляет 30%. Нефть упала ниже 44 долларов за баррель. Это повлияло и на курсы валют. Курс доллара, по данным Центробанка, на 24 ноября составляет 65 рублей 59 копеек. Курс евро 69 рублей 70 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.